Запись на вакцинацию стала самой популярной на портале Госуслуг. Об этом рассказал глава Минцифры Сергей Бабенко на Совете по экономике в правительстве. Только за август на портале Госуслуг появилось почти 900 новых пользователей. Это в два с половиной раза больше, чем год назад. Минцифры это связывают с возможностью записаться на прививку. В августе было подано 331 заявка. Всего за полтора месяца работают услуги. И она у нас работает с конца июля текущего года. Было подано 633 заявки. То есть я и на сегодняшний день. Хочется отметить, что услуга вводится поэтапно с согласованием с Минздравом. Услуга уже доступна для жителей Террасполя, Бендерс, Лабазия, Рыбецы. И с сегодняшнего дня через портал можно записаться с жителем памяти. С 1 сентября в 106 преднестровских школах запустили электронный журнал. Только в 70 школах уже есть оптоволокно и компьютеры почти в каждом классе. Остальные оснащены техникой хуже. Но тем не менее, они тоже заявлены начальниками ОНО, включены в программу, справляются пока на той технике, которая есть в школах. Соответственно, для того, чтобы процесс работал быстро, требуется хорошая оптоволоконная связь. И сейчас мы будем надеяться на согласование Министерства финансового, чтобы заложить на 2022 год республиканский бюджет не 2 миллиона, как мы получали вводные и думали на этой цифре, а 2 миллиона 600 тысяч, чтобы все школы, которые вошли в Элжур, могли быть снабжены оптоволокном. Министр просвещения отметила, отзывы родителей об Элжуре хорошие. Учителям ЖПК приходится вести сразу два журнала – электронный и бумажный. Это в Минпросе считают нужным делать как минимум до конца учебного года, пока система не будет отлажена. Глава правительства Александр Мартынов сказал, что отойти от этой практики нужно как можно скорее. Продолжение следует...